Пожалуй, давно на площадке Государственного Совета Чувашии не было такого единодушия. Сегодня там прошли парламентские слушания на тему прямые выборы глав муниципалитетов за и против. Мнение депутатов и общественности слушала Татьяна Молокова. Автомобиль быстрее доедет к цели, если им будет управлять один водитель. Эта фраза председателя Общественного Совета при главе Чувашии Натальи Портасовой стала лейтмотивом мероприятия. Вопрос о выборности глав муниципалитетов и одноглавой системе, когда у власти не глава и сити-менеджер, а один человек, широко обсуждается в Чувашии с прошлого года. Во многих районах уже прошли публичные слушания. Высказывались разные мнения. Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющимися участниками общественного слушания, мнения, как уже было сказано, однозначного нет. Но большинство населения хочет, чтобы видеть в лице одного человека. И они считают это более демократичным. Сейчас по республиканскому закону практически во всех муниципалитетах возможно выбирать глав всенародно. Главное обозначить это в уставе. Лишь в Чебоксарах, Канашино, Чебоксарске, Алатаре и Шумерле главы городов по закону выбираются из состава депутатов. А глав администрации выбирают по конкурсу. Большинство представителей политических партий высказались за смену формы организации местного самоуправления. Глава администрации и глава города, они должны быть в одном лице. То есть этот человек должен быть в одном лице. И должен быть избран на прямых выборах. Если будет прямая воля изъявления народа, человек будет понимать, что его избрали, понимает, что его избрал народ, понимает свою некоторую независимость. И в первую очередь и самое главное ответственность перед тем населением, которое собственно избрало. Поэтому мы за прямые выборы глав муниципальных образований и городов. Во время публичных слушаний высказывалось мнение, что двуглавая система управления муниципалитетом непонятна большинству населения. Люди порой не знают, к кому обращаться за решением вопросов. Люди путаются, что такое сити-менеджер, что такое глава города, глава администрации. Даже такого слова не знают, что такое люди сити-менеджер. И поэтому надо на самом деле сделать, чтобы был один руководитель. И чтобы люди могли понимать, к кому обращаться и что решать. Есть голоса и за, и против. Действительно есть и плюсы, и минусы. Я в принципе и за. То есть я прекрасно понимаю проблему двух власти. За как бы един на начале. Это понятно. Это такая вертикальная схема, которая многое, скажем так, определяет. Но еще раз хочу сказать, что здесь очень важно выстроить систему. Очень внимательно будем слушать все мнения. И я думаю, что соглашаться с тем выбором муниципального образования. Участники публичных слушаний приняли ряд рекомендаций. Профильный комитет Госсовета разработает проект закона о вариативности избрания глав. А в муниципалитетах решат, в каком в порядке будут формироваться органы власти, исходя из интересов населения и с учетом местных исторических традиций. Но принимать этот закон, видимо, будут уже депутаты нового созыва. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.